Здравствуйте, мои дорогие книжечки! С вами Букинист Орск. Продолжаю читать мою книгу «Как я стал букинистом Орск» на очереди глава 20-я. Мансардники. После работы в ТК Яшма, где мы с Ириной завели знакомство среди музыкантов, мы пригласили их к себе в Букинист и предложили провести у нас в магазине концерт гитарной музыки. Местом проведения этих музыкальных стейшенов была выбрана наша мансарда – романтичное место с хорошей акустикой. Волшебная музыка, горячий чай силы, вкусные тортики от Ирины – вот что мы придумали, эдакое подобие клуба. Формат концерта решили сделать по аналогии с небезызвестными квартирниками, а название дали этим концертам по месту проведения – мансардники. Рекламу по продаже билетов за символическую палату мы давали в своих социальных сетях и работала также сарафанная радио. На первый такой концерт «Мансардник» пришли в основном знакомые, друзья, пока больше работала сарафанная радио, но были и люди, узнавшие о нашем мероприятии из групп «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наш принцип самоокупаемости концерта тоже работал. По деньгам сумма была доступна каждому – 100 рублей за вход. Зрители размещались на стульях вдоль стен. Вообще у нас такая свобода, что можно было сесть на диванные подушки на полу и даже слушать концерт полулёжа, наслаждаться так близко звуком инструмента, гитары и скрипки, а музыканты сидели на стульях практически в гуще слушателей. Был очень плотный контакт исполнитель-зритель. Играла классическая музыка, гитара звучала ярко и захватывала дух. Я со стороны наблюдал за зрителями. Мне было интересно посмотреть, как вообще это всё устроено, интересно ли тем, кто пришёл, не зная нас. Поэтому я вот всегда за живой формат мероприятия. То, что концерт был в магазине книг, сама атмосфера мансарды, общение, музыка и тёплый вечер как-то благотворно действовали на незнакомых друг другу людей. Они раскрепостились, делились впечатлениями. Кто-то пропил чай, пробуя наши тортики, а некоторые разбрелись по этажам бука и вернулись со стопками книг, которые выбрали для себя и тут же приобрели. Успех этого мероприятия был ошеломляющим. Формат концерта работал, и я решил сделать этот праздник души традиционным. Конечно, с учётом загруженности наших исполнителей на основной работе. Я был настроен на долгосрочный проект и решил пригласить разных музыкантов с интересным репертуаром. Исполнение не должно надоедать, а у знакомых гитаристов у меня было предостаточно. После классической концертной гитарной музыки у нас выступил музыкант-гитарист, играющий и поющий песни Битлз на английском языке и свои собственные произведения. Соответственно, расширился круг посетителей. Что не могло не радовать, нашлись и любители рок-н-ролла. Новые люди, новые лица, новые покупатели. Самое интересное то, что концерты были безалкогольными. Но это не мешало зрителям даже зажигать и танцевать на мансарде. Меня не могло не радовать то, что люди интересовались книгами. Книги ещё востребованы. Я практически сам работал на концертах. Но самое главное, что все, кто был на концерте, интересовались, когда будут новые выступления. Вскоре после классики и рок-н-ролла наступил черёд бардерской песни. Нас познакомили с бардером и учителем музыки, известным за пределами нашей области Андреем Михайловичем Смадиным. Он жил в Кавандыке, но это не помешало ему приехать в Орск. На его концерты собиралась публика постарше. Его знали в нашем городе очень многие, билеты стоили уже дороже, а раскупались так, что зрителей некуда было сажать, не хватало стульев, но это практически не смущало никого. Деньги, вырученные за концерт, нас очень выручали, ведь мы могли заплатить работу музыкантам и покрывать аренду бука знамителем. С музыкантами мы очень подружились, даже съездили с ними на экскурсию в Карагай-Покровку, красивейший уголок природы недалеко от Орска. Для творческих людей такие поездки важны и очень полезны. Стоит только прогуляться по ручью и насладиться природой, как у них приходит вдохновение. Новые идеи в работе концертов, природа и музыка не разделены. Сам бард Андрей Смагин рассказал нам о своих летних сплавах по рекам Баршкирии на Байдарках и пригласил нас посмотреть, как это происходит и даже проплыть по реке Белой. Пришла весна, и я с дочкой Аней поехал на разведку. Это было начало мая, листья на деревьях еще только начинали пробиваться. В этот день Андрей Михайлович праздновал события. Оказалось, это его традиция. Сплав в день рождения. Ну вот, мы на месте. Он договорился и нас привезли в Башкирию. Впервые мы попробовали собрать Байдарки и спуститься на воду и даже 10 километров прошли по реке. Впечатление от природы, палящего весеннего солнца, мерно текущей воды было потрясающе. Правда, после поездки у меня болели руки и спина, как-то вспомнились уроки физкультуры в школе. Но мне, в принципе, очень понравилось. Андрей Михайлович очень творческий и увлеченный человек, и мы с ним долго думали создать турагентство, чтобы люди также ходили в походы. Мы думали набирать группы людей, но, к счастью, у нас ничего не получилось. Только такие вещи не надо превращать в бизнес. Это лучше делать просто с друзьями, наслаждаться природой, вечером петь песни под гитару у краса, у костра, не думать о деньгах и о проблемах быта и дома. Романтика, гитара, кайф. Что еще нужно для души? Наши мансардники закончились. Музыканты были загружены на работе, у меня появились личные проблемы, болела долго моя мама, я уже был без сил. Надо было пережить это время. Но, как всегда, опыт лег в нашу копилку. Сейчас, в эру пандемии коронавируса, все стало другим, массовое скопление людей нежелательное. Но мы не отчаиваем. Есть время на раздувье, может быть, что-то новое получится. Кто знает, что преподнесет судьба. С вами был Букинист Орск. Мы продолжим читать нашу книгу «Как я стал букинистом Орск». Это была глава 20-я. Мансардники. Смотрите наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Пока. Субтитры делал DimaTorzok